Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарабабай, и мы продолжаем проходить дополнение для игры Dismantle Underworld. Итак, мы с вами в прошлом сфере попали в подземный мир, теперь нужно найти источник сигнала. Во-первых, тут поищем предметы. Ой, простите. Не та кнопочка. Так, послушаем. Награда костюм в полоску рецепт. Ага, хорошо, принять. Док говорит, что это, вероятно, выход. Надеюсь, он прав ради всех нас. Они предполагают, что проход нужно открыть с двух сторон. Выход может занять месяцы или даже годы. К счастью, наши люди очень изобретательны. Инструменты, которые они создали, до сих пор были очень полезны. Дон Кук, запись для радио Рояль. Так, первая запись есть. У нас будет новый рецепт какой-то, да? Так, я хотел бы поменять, все-таки поставить на катану. Катану. Ага. А как что-то я должен попасть вот сюда, вот мне интересно знать. Ха, собереть предметы, но не знаю как, да? Прикольно. Хорошо, у нас тут получается лагерь. Можно пособирать предметы, понаходить записи. Пока все равно ничего разбирать мы не будем, потому что непонятно, что можем создать, что нам пригодится. И надо карту посмотреть, в какую вообще сторону нам идти. Ну, карта тоже, в принципе, не маленькая. Ну, помешанка, конечно, чем основная, но все равно. Так, грибочки. Ну, давайте грибочки я тоже соберу. В любом случае пригодятся. Так, здесь тупик. А здесь что у нас? Яйца. Ну, яйца надо взять. Мало ли пригодятся. Так, ну, здесь тупиковая зона. Как кто-то может здесь жить? Ну, кто-то, может, здесь и живет. О! Лобстер! Ну, здесь нет рыбалки. Потому что я здесь не вижу пузырьков. Хотя намекает на то, что должна быть рыбалка. Посмотрим, допустим, вместо кувалды возьмем удочку. Ой, этот... Перчаток. Ну, мне кажется, нет, не будет здесь никакой рыбалки. Хотя нет, рыбалка есть. Странно, что она никак не отмечается. По-моему, такую роботу тоже, чтобы мы не видели. Ну, окей. Порыбачим. Все. Здесь закончили. Может быть, рыбалка убежал своими рыбими ногами. Классно. Окей. Здесь вроде бы все. Давайте зайдем внутрь. Обыщем и... Пока новых врагов я не вижу. Это все старые враги. Много ткани. Хм. Здесь ничего нет. Хорошо. Давайте посидим у костра и, наверное, создадим все, что можем создать. И прокачку откроем. Там, кто что, у нас с вами доступны, какие-то новые рецепты. Так, предметы, наверное, я сложу. Так. Чертежи. У нас есть... Гаечный ключ. Не знаю, насколько он хорош. Пусть будет. И... Будем отслеживать, потому что надо будет набрать 80 маны. И, по идее, пока все по рецептам у нас, да? Пока да. По модернизации. Можно, в принципе, заняться модернизацией того, что у нас есть, что было все модернизировано. Потому что все остальное, как бы... Ну, вот силовой кулак можно прокачать. Опять-таки, бонус маны нужен, да? Гаечный ключ. Ну, давайте вот прокачаем его. Так, окей. Дальше пока сейчас не получится, потом опять-таки нужны бонусы маны, кактусы. Здесь упирается все в титан. Ну, допустим, шлем можно прокачать. Здесь все пока. Все опирается в бонусы маны, да? Так. А, теперь тут уже нужна ткань. Ну, вроде как, все, что мог, я все модернизировал. Хорошо. Новое задание. Найти еще один костер по земному мире. Используйте костер, чтобы совершить быстрое путешествие к другому костру. А, тут уже между кострами перемещаться конкретно. Слушай, ну вот это гораздо удобнее. Так, монстры у нас снова появились. Для того, чтобы они не появлялись, здесь у нас, ну, по крайней мере, в новой эти, в основной игре у нас были эти башни связи. Соответственно, ты их прокачивал, но новые монстры не появлялись. Здесь после каждого посещения костра монстры будут появляться снова. Так, положи пока сюда. Ну, и пойдем глянем, что у нас тут ждет. А вот и новый монстр. Ну, не особо они новые. Просто добавили кристаллы в них, и все. Некоторые враги в подземном мире пропитаны манной. Это делает их более сильными, пока не будет разрушена защитная оболочка. Используйте тупое, дальнобойное или взрывное оружие, чтобы бить шесть зараженных манной врагов. тупое. Тупое. Класс. А что имеется под словом тупое? Ты тупое? Дробящее. Дробящее, рубящее, дробящее, рубящее. Может быть, имеется в виду все-таки не тупое, а дробящее. Не, можно, конечно, попробовать пострелять в них. Так, а где у нас посмотреть журнал заданий, да? Квесты. Подожди, у меня все четыре слежутся, да? Не, у меня слежутся только три задания. Тогда надо будет пока у тебя убрать. А, его, наверное, и не видно здесь. Я понял. Ну, тут, наверное, все-таки лучше дробящее, чем патроны использовать. Да, все-таки именяется в виду дробящее. Так, сканер монстров тоже пока недоступен у нас, да? Арбалет. Забрать награду. Это только рецепт. Не особо сильны, конечно, враги пока. Интересно, а в это можно как-то попасть или нельзя? Да, ты смотри, можно. Ха-ха-ха. Как чувствовал, как чувствовал. Ещё можно разбить. Хорошо. Неплохо. Вот, там жирный есть. Жирный тоже будет посложнее. Башня связи есть. Ну, не особо сильно. Ай-яй-яй, плевун. Отлично. Всё, сдох. Жалко, что за них награды как-то очень мало дают. Они прям очень маленькие награды. Вообще ни о чём. Значит, башни связи. Карта открытая. Блин, ну всё равно немаленькая, конечно. Ещё две. Окей. Что эти башни связи делают здесь? Ну, ты пытаешься до них сейчас добраться, да? Скажешь. Настройка. Сигнал вернулся, хотя он и слабый. Ну, то есть, как раз мне в ту сторону надо будет идти. Окей, ладно. Передатчики. Одна бусина. Ага. Одна бусина. Нет. Вот давайте вот это вот сделаем, да? Создать. Окей. И вот это вот тоже, в принципе, можно создать. Окей. Далёкая путешествия, скорее всего, наверное, имеется в виду на основную карту. Быстрое перемещение, это всё-таки, наверное, между этими, да? Открыть дверь автоматическую. Где-то открыл, но не знаю где. Так, ну пойдём зайдём внутрь. Эта башня короны требует какой-то инструмент для работы помимо основных функций. Пока что не удалось взломать её. Ну, ломать пока я ничего не буду. Мне в основном всё равно нужны только одни бусинки. О, да. Бусинки, это хорошо. Блин. Да сдохни ты уже. Что это мне даёт? Угу. Никаких новых ресов не даёт. Мы можем с вами пойти вот сюда, вот в эту домушку. Блин, опять-таки, очень много куда бегать приходится, да? Нам нужен, по идее, ещё костёр. Это не ломается. Окей, ладно. Блин, жирный прям впереди стоит. Офигеть. Хорошо. Замечательно. Вот это мне нравится. Одного удара сразу вышибает. Это прям здорово. Ау, ау, ау. Надо, кстати, уже возвращаться, получается. Ну, либо костёр где-то здесь найти, да? Либо всё-таки вернуться к старому. Это, кстати, ломается? Листва и кость. Я понял. Ну, машин-то обыщи. Ну, машин-то обыщи. Класс. Фух. Это меня сейчас уточка спасла, да? Да. Ху-ху. Так, не зря. Не зря. Блин, яйца не влазят никуда. Ну, давай тогда попробуем переместить то, что у нас есть. Отлично. Готовить ничего не буду. Тоже ничего полезного нет, да? Ну, жаль. Костёр пока я не нашёл. Двигаемся пока в эту сторону. Посмотрим. Мне нужно по-любому найти костёр. Ещё нужны записи, да? Угу. Здесь можно спуститься вниз. Давайте попробуем здесь обыскать. Здесь ничего нет. Опа. Могу так сломать? Могу. Ну и прекрасно. Нужен костёр. Так, здесь всё. Тупиковая зона. Хорошо. То есть у нас здесь есть спуск, либо мы сможем здесь спуститься. А, вот, в принципе, и костёр. Всё. Костёр нашёл. Тогда спускаемся здесь. Без вариантов. Посмотрим. Может быть, я через всё-таки эти костры смогу перемещаться. И ещё глянуть надо будет арбалет. Насколько он хорош. Сколько у него запасов патронов будет. Так вот этого говнюка надо будет грохнуть. О, отлично. Так. Угу. Это короткий путь. Ну, скорее всего, наверное... Да. Я зря сюда пришёл. Потому что я тут, скорее всего, только смогу открыть короткий путь. А спуститься сюда смогу только... По тому месту. Не отсюда. Ладно. Хорошо. Пошли туда вперёд. Ох, сколько нашёл бусинок-то. Ну, это понятно. Это вот так и сваливаем. Угу. Да чтоб тебе... Да сдохни ты уже. Осмотреть. Это какая-то старая антенна? Она излучает энергию. Пока не знаю, что с ним делать, я должен перейти к источнику сигнала. Хорошо. Соединение автоматической двери с башней связи было тривиальным. Так, ягодки тоже соберём. Вдруг пригодятся ещё. А, ну вот, как раз дверь я открывал. Необходимо соблюдать осторожность вблизи автоматической двери. Ну, скорее всего, опять-таки, вот эта башня нам потом пригодится для чего-то. Так, мне сейчас нужно понять... Да, это получается вот так вот как раз обходить. Чтоб попасть в костру. Никаких, вроде, секретов я здесь не вижу. Отлично. Опа, нельзя, да? Тогда перемещаем. Ну, врагов пока здесь нет. Блин, а тут я тоже не спущусь. Да зайди ты внутрь. В последнее время всё больше и больше воров шныряют вокруг. Интересно. Проблемы в городе становятся всё хуже. Ну, наверное, раз они здесь шныряют. Ага, это не спуск. А где же тогда спуск? Вот здесь вниз. И вот так вот надо будет идти. Так, шипастый, да? Там ещё взрывные всякие кусты. Вот это вот непонятно. Они просто взрываются и всё. Никаких кристаллов я в итоге не получаю, да, дополнительно. Смертельная развязка зловещая. Так, ну, тут попробую катаной. Эээ, промазал. Сюда загулять ничего тут интересного нет. Ну, тоже не густо, да? О, давай почитаем. Вот, требую материалы. А теперь будьте добры сделать ремонт в спешке. Альтернативный маршрут не даёт покоя. А, это не починка ничего, да? Да, мост починить я не могу. Блин, жалко. Ну, давайте пока пойдём туда. Нам нужен костёр. Первым делом всё-таки. Ну, тут лучше бочку взорвать. Да, бочку. Хорошо. Хорошо. Отлично. Песик сдох. Да, тут прям кувалда выручает. Отлично, замечательно. Так, мне нужно как-то попасть наверх, чтобы сделать себе проход. Вот, зараза. А вот и костер. Отдыхать пока я не буду. Вещи, конечно же, я выложу. А, нужно совершить быстрое перемещение. Подожди пока, тогда я здесь избавлюсь от противников сначала всех. Мне бы, конечно, найти пшеничку, чтобы сделать уже рецепт, да? Идея с платом безрассудна. Куда, по их мнению, они собираются плыть? Так, разночительно, и я не могу их остановить. Так, есть пшеничка, но нужно еще. Блин, здесь не помечается знак рыбалки. Да, повернись ты. Раньше я хоть понимал, что когда есть пузырьки, я могу порыбачить. Здесь же, блин, непонятно вообще. Можно, конечно, забросить удочку, но, по-моему, здесь ничего не будет. Нет, я опять-таки, я здесь ловлю. Может быть, все-таки на каждом мостку можно так ловить рыбу. И, по-моему, на карте мне это никак не отмечается, да? Что-то было рыбное место. Вообще никак не отмечается. Ну, окей, ладно. Не хватает еще одной пшенички. Давайте совершим быстрое перемещение. Ну, какой-то прям синий костер, необычный. Новый уровень. Фермер, кулинар. Ну, давайте быстрого ученика лучше возьмем. Чертеж есть. Так, это у нас арбалет. Арбалет есть. Так, здесь не хватает мне еще пока маны. Требуется прям много маны, 80. Это прям дофига. Может быть, я смогу его модернизировать сразу? Блин, я опять-таки буду тратить тогда ману. Я не буду пока его использовать. Давайте совершим быстрое перемещение. Да, можно все-таки между кострами теперь перемещаться. Мне писали в комментариях, что это добавит возможность быстрое перемещение между кострами. Это очень удобно. Три тысячи опыта я получил. Так, отдыхаем. И быстрое перемещение делаем опять-таки вот сюда. Хорошо. С этим мы разобрались. Мне осталось только понять, как подняться вот сюда, вот на эту площадку. Если честно, я пока не вижу подъема. То есть, если здесь идти, то здесь тупик. Идти с этой стороны... Ну, тут тоже как бы тупик. Ну, нам, по идее, надо в эту сторону идти. Там башня связи, плюс аномальный сигнал. Так, по квестам. Давайте вот это вот отслеживаю, тогда задание. Тогда возвращаемся. Я не смогу сюда попасть, как ни крути, поэтому... Че нам париться, да? Сканер монстров. Может быть, он будет показывать, где находится монстр заранее. Чтобы я знал. В смысле ты, блин, на шипы напоролся? Дурачок, что ли? Ну, собирай. Угу. Так, ну тут лучше катану использовать. Враги обычные. Блин, опять-таки. Вот это постоянно туда-сюда, туда-сюда переключаться. Давай сделаем вот как. Могу я, кстати, просто их убрать отсюда. Ну, просто, чтобы они мне не мешались. Вот это вот тоже, наверное, хотя вот это точно я уберу, потому что в этом нет необходимости. А гранатки, наверное, пока оставлю. Плюс еще бинтики оставлю. И надо, кстати, их поставить. Во, чтобы стояли. Так, здесь ничего нет. Еще надо подыскать вот эти вот аудиодневники. О, блин. Ну, что-то я хотел сильный удар нанести. А ты что-то сегодня запорол. Так, далеко. Ну, вот непонятно. То ли я смогу здесь пройти. Наверное, смогу как раз сюда пройти. Да, то есть нам как раз сейчас нам будет по идее поворачивать. Ну, кувалда, в принципе, тоже неплохо справляется, да? Так, там же ртрест. Попытаюсь его просто с этой стороны обойти. Это замечательно. Еще бы пшеничку бы найти. Вообще, цены бы не было. Ну и класс. Да бошка-то ударь, дурачок-то. Столько времени потратил, блин. Кошмар. Столько времени потратил, я хотел, чтобы ты бочку, блин, зацепил, а ты взял какую-то фигню сделал. Отлично. Ну, можем попытаться, в принципе, его обойти. А, ну, тут не обойдешь особо сильно. Так, там какой-то капкан нарисован. Как будто какая-то ловушка. Блин, его бы, конечно, обойти, этого жирного. Да. Ты можешь полчаса вот на него? Да, спасибо. О, а теперь можешь на него? Тут уже без разницы. Камеры манны. Эти структуры выглядят так, будто они были модифицированы с помощью какой-то грубой технологии. Выясните, могут ли они быть как-то полезны. Посмотрите странную кристальную конструкцию. На нем написано некоторая инструкция. Активируйте камеру. Как это сделать? Устройство может быть помочь в борьбе с монстрами и добыч материалов. Опа. Так, ладно, вот это вот сейчас я быстренько перемещу. Ой, блин, нафига я использовал два-то? Хотел бинтик поставить. А, у меня в принципе все есть. А, я должен вернуться сюда с четырьмя этими пятью этими. Блин. Ну, тут только либо до костра, до ближайшего. стоп. Тут можно почитать. Я чуть не разнес себя на куски, передвигая эти чертовы бочки. Кто-нибудь другой сможет это сделать. Я ухожу. Ой-ой-ой, не то сделал. А-а-а, блин. Ну, пока бьют в принципе не сильно. Терпимо. Так, вот, кстати, есть костер. Отлично. Прямо недалеко. То есть, мне нужно четыре, по-моему, ткани, да, и пять бусинок. Вот она, такая ткань, да, по-моему, у нас была. Пошли починим. Что это вообще даст? непонятно. Ну, бусинку я себе заберу. Используйте. Ну, давайте используем. А, это возрождает противников. Класс. Нифига, оно мне нужно было. Ау. Ау, больно. Типа, с них награда выпала какая-нибудь хорошая. Да, ударь ты его. Так, я смогу сделать сканер монстров. Хорошо. А что это за... А, это в этой зоне надо зачистить сейчас всех монстров. Я понял. А ты можешь сейчас ударить по бочке? Смысла нет никакого, да? Не, ну, в принципе, с него-то сволка снялась броня. Все. Да, зона вроде зачищена. Ну, не знаю. Такое себе удовольствие, конечно. Пойдемте лучше к костру. Прокачаемся. создадим, значит, сканер монстров. Это пока последний чертеж, который нам доступен, да? Специальный предмет. арбалет. Ну, и что он мне интересно даст? Вот, теперь можно, в принципе, прокачивать арбалет. Че бы нет. А че бы и нет, да? Он как брелок идет? Нет, брелках его нету. А, он в спецпредметах. Ну, давай, допустим, пусть он тут стоит. Значит, посмотрим, как он работает. Ох ты, едит твой налево. Ха-ха, понятно все. Как он работает? Оставим себе бинтик и идем в город. Готовить пока, опять-таки, я не могу. Ну, благо, хотя бы недалеко от костра. Не так обидно. Так у меня вроде как ничего и не было. Да блин. Да тут прям везде ловушки. Да пружал вать в Краунсвиль, основан в 1885 году. Ну и как ты собираешься выходить? Так, есть запись, кстати. Все больше продуктов питания пропадает. Люди на другом конце города впадают в отчаяние. Бороться друг с другом бесполезно. Это просто тратит наши ресурсы. Мы должны работать вместе, чтобы выбраться из этого жалкого места. Дон. А я, наоборот, пытался в это место попасть. Изо всех сил. Блин, морковку дали. Дайте пшеничку, пожалуйста, я приготовлю блюдо и все, я уйду. Так, там что-то было, какое-то инженерное сооружение. Давайте смотаемся, посмотрим. Главное, не попасть в ловушку. Это срез у нас. Если мост поднять, используйте путь, отмеченный зеленой маной. Так, подожди, а я здесь не был, да? Да, это какая-то проходная долина. Я здесь явно не был, но пока мне что-то и не надо, поэтому идем назад в город, может быть, после сигнала мы что-то еще новое узнаем. Это целый город, или, по крайней мере, очень большой его кусок. И здесь есть костер, отлично. Осталось все четыре костра. Судя по карте, мне нужно как раз вот сюда вот идти, чтобы дойти до башни связи. но враги пока так, слабенькие. Премиальные надгробия и памятные вещи Бернардом. Ха-ха, динь-динь. Окей. Но мне все равно нужна какая-то либо запись, если я увижу ее, будет хорошо. А нет, пока идем туда прямо. Отлично. Так, это уже новая получается территория, и здесь враги будут появляться заново. Бусеники не дают за них. создать. Но я могу только улучшить, кстати, арбалет еще. Еще могу улучшить, отлично. И еще могу улучшить, прекрасно. Все остальное пока улучшить я не могу. так, осторожненько к этому подходим. Обрез. Достовольный обрез с малой точностью. Запас пополняется у лагерного костра. Шанс оглушить. Товар ганном открыт в любое время. Так, подожди, а мне получается не сюда что ли надо? Но здесь я не могу создать, я могу здесь только улучшить. Создать я могу только у костра. Так, подожди, а тут же надо понять еще как попасть сюда. Давай тогда пока пойдем по дороге. Да, зайди ты внутрь. Она, кстати, уже скоро заканчивает серию. так, вот там, конечно, противник сложноватый. И здесь есть аудиозапись. Класс. ой, отлично оглушился. Прекрасно. Добивай его. Все здорово. Так, здесь ничего нет. Есть еще как минимум два устройства, может быть, даже четыре. Скоро мы сможем определить их местоположение. Я пытался собрать воедино теорию о том, что, черт возьми, произошло. Эта чертова фирма, гора слоново кости, виновна сторона это точно. Я не думаю, что даже корона знала о том, что они замышляли. Человек, стоявший за этой операцией, может быть, даже в ловушке здесь, с нами. Некоторые хотели бы наложить на него руки. Аудиозапись окончена. Дон Кук для Радио Рояль. Так, Дон Кук, как мне пройти? Пока непонятно. Пока вообще непонятно. Так, собрать сырое мясо. Блин, готовить никак не дают. Королевское радио, официальная радиостанция островных государств. хм. Да. Просто сделал себе проход. Ага. Ну, давай отправим предметы. Северный краудсвиль, восточные фермы. Попытаюсь сейчас дойти до башни связи. Вроде как почти дошел, осталось только понять, как подняться. Блин. Тут никак вообще без вариантов. там тупиковая зона. Блин, там костер. Дай пройти. Ага. Так, мне нужны доски. вообще без проблем. А, так у меня не те доски, что ли? Серьезно? Зачем оно заблокировано-то? Вот здесь можно сделать доски. подожди, это получается я буду очень долго делать только одну доску, да? Здесь есть фермерство получается, можно сажать. да, но сажать там не особо нечего. Я бы, конечно, посадил бы пшеничку, если бы она мне была. Хотя она у меня есть. Может быть, тогда занять... Хотя она тоже заканчивает серию, блин. Я просто хотел дойти хотя бы до костра. Мне нужно две доски, да? Никак нельзя процесс ускорить. Не, ну, главное, две доски-то где-то нашел. Ну, тут только получается копать, да, у нас грядки, по-моему, через инвентарь, копать через лопату, если поставить лопату. А, нет, через мотыгу. Все правильно, через мотыгу. Серьезно? сделаем большое поле и у меня сейчас получается есть пять пшеницы. Я ее посажу и в итоге смогу вырастить больше. Так, здесь все. Ну, по идее, поле-то неплохое. По размерам. Так, одна доска готова, отлично. Нужна еще одна. пока, в принципе, ждем доску, посадим грядку. отлично. Так, мотыга мне это больше не нужна, поэтому мы с вами убираем. А, нужно взять семя, да, мешок с семечками. Хорошо. Так, берем семена пшеницы. А только одно семечко пшенички получается у нас есть, да? Маловато, конечно, маловато. Я надеялся на больше. Ну, что еще можно посадить? Давайте посадим лук. Ну, что просто не зря, да? Получается, что посадить пшеничку надо было три пшенички потратить. поэтому у меня и вышла одна только. Но лук я весь посажу. Все равно слышу пока, как работает пилорама. Ну, и пока, наверное, в принципе, все. Больше сажать я не буду. Всего остального вроде-ка хватает. Может быть, в принципе, еще картошку посадить? А, закончили, да? Отлично. Тогда убираем мешок и идем к костру. Отлично. Оставляем вещи и продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. Сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Рутуб, Нум, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова